Прозрачность и открытость. В Белгородской области впервые к обсуждению бюджета пригласили общественность. Публичные слушания главного финансового документа региона 2016 года прошли в стенах Департамента финансов и бюджетной политики. Участие мог принять любой желающий, независимо от возраста и образования. Этой возможностью воспользовалась и съемочная группа «Мира Белогорья». Самые яркие моменты дискуссии в репортаже Елены Труфановой. Еще недавно в обсуждении проекта главного финансового документа региона участвовали исключительно эксперты в области бюджетного и налогового законодательства. В этом году слушания впервые прошли в новом формате. Участие мог принять каждый белгородец. Для этого достаточно иметь при себе паспорт. Это ваш пропуск на заседание. В большинстве своем они дилетанты в вопросах бюджетного планирования, но люди явно неравнодушные к будущему региона. Активные горожане, студенты, представители общественных организаций. Такие публичные слушания первые. Тем не менее, свободных мест в конференц-зале департамента не было. Все материалы о проекте областного бюджета на 2016 год заранее были размещены в открытом доступе в интернете. Несмотря на это, белгородские финансисты еще раз напомнили, как будет формироваться главный финансовый документ в своей доходной и, конечно, расходной части. Наибольшие затраты приходятся на поддержку отраслей национальной экономики. Это агропромышленный комплекс, капитальное вложение, дорожное строительство. По отраслям в социальной сфере наиболее значимым является отрасль образования. В 2016 году средства предусмотрены в объеме 15 миллиардов 196 миллионов рублей. Но главные участники публичных слушаний получили возможность задать свои вопросы по проекту областного бюджета. Диалог получился оживленным. Вопрос, пожалуйста. Говорили про продовольственную безопасность. Хотелось бы уточнить, вот там выделяется очень много миллионов рублей. Куда они пойдут? На финансирование агрохолдингов или на фермерские хозяйства, то есть на поддержку деревень, сел? Вне зависимости от холдинга это или какое-то учреждение личное подсобное хозяйство или крестьянское фермерское, выделяется на субсидирование процентных ставок по взятым кредитам. То есть вне зависимости от твоей массы ты обязан получить эту поддержку. Департамент АПК строго стоит на страже интересов и я думаю, что обиженных здесь нет. Предусмотрены ли в бюджете деньги дополнительные на безопасность нашу всех граждан в связи с этими терактами? Вопрос идет не в целом комплексе вопросов. Аэропорты, вокзалы и так далее. Это вот функция, функционал федеральных служб и органов. А есть та часть, которую и мы финансируем в данном случае. Это прежде всего мы выделяем деньги на программу «Безопасный город». Это делается каждый год. По районам мы идем, по три района в год охватываем. Это установка видеонаблюдения. В дополнение к вопросам звучали и конкретные предложения по расширению некоторых статей бюджетных расходов. Мы хотели бы попросить вот в этой сложной ситуации социально-экономической расширить круг лиц, которым бы могла быть оказана бесплатная юридическая помощь. В частности, у нас из этой категории выпали многодетные семьи. Я считаю, это правильное замечание, абсолютно правильное предложение. По результатам слушаний, организационный комитет оформит все дельные рекомендации и направит их на рассмотрение в законодательное собрание региона, где и будет принят проект бюджета на 2016 год. У нас сегодня проработка такая перед активным обсуждением в Волочной Думе, и она удалась, на мой взгляд. Дальше это будет продолжаться, безусловно. Более того, мы, я думаю, будем использовать это еще и при текущем основании бюджета. Елина Труфанова, Валерий Ларьков, Эдуард Горилов. Новости мира Белогорье.